Всем привет, мои дорогие любители китайского и не только китайского электрического автопрома. Сегодня мы с вами не будем обозревать машины, мы с вами сегодня поговорим немножечко про день дурака, про 1 апреля. Поехали! Как вы все прекрасно знаете, с 1 апреля изменились 152 постановление, вы все про него прекрасно знаете, известно о нем уже было давно. И машины теперь должны таможиться через Российскую Федерацию. И казалось бы, все прекрасно. Больше не будет вопросов по занижениям, по киргизской сетке, по казахской сетке, по белорусским инвалидам, которые таможились в 2 раза дешевле. Казалось бы, все, мы теперь прозрачные и получается легальные люди. Но беда пришла откуда не ждали. Пока не на 100%, но смотрите, у меня в руках этот Талмуд, там по-моему 52 страницы. Это перечень сведений ФТС России для цели исчисления утилизационного сбора в соответствии с пунктом 5 и так далее. Но не суть. Дело в том, что 1 апреля появился вот этот вот документ. Насколько он имеет там полную силу, мы пока с вами не знаем. Но смысл в чем? Здесь указаны среднестатистические стоимости, собранные за время ввоза через ЕС. И, к примеру, давайте по порядку. Начнем. Я вот вам приведу пример с цифрами очень быстро. Вот стоит 001. Сейчас, как вы знаете, вышел рестайлинг. И смотрите, такая ситуация. Вот смотрите, 31 марта. Я сижу такой на работе, думаю, ну вот очень хочется, конечно, рестайлинговую машину взять. Я такой примерно считаю. А как я считаю? Смотрите. Есть стоимость автомобиля в Китае. Сейчас он стоит 329 тысяч юаней, что в пересчете на рубли выходит вот столько. Далее. Я эту цену, потому что это заводская цена. Я с полной уверенностью, полную инвойсовую стоимость вбиваю в ТКС. Это таможенный калькулятор, с помощью которого каждый из вас может рассчитать, сколько же будет пошлина на ввозимый им автомобиль. Я вбиваю, что это автомобиль электрический, что стоит он 329 тысяч юаней, что реально соответствует стоимости в Китае. Реально соответствует. Никаких занижений, ни копейки, абсолютно. Далее. Вбиваю его среднюю мощность, среднюю 30-минутную мощность. И получаю сумму таможни. Она плавает там в районе 2 миллионов рублей. Но зависит от мощности немножечко. От 1950 до 2050 примерно должно было это выходить официально. Далее. Выходит документ. Вот здесь вот я открываю. Это у меня просто распечатанная его версия. И мы видим кучу версий. Это просто маркировки по моторам у нас. Ладно. Мы берем 001U. 5823. То есть таможня считает, что я должен указать в стоимости автомобиля не его реальную цену в 329 тысяч юаней, что является примерно там 4 миллиона 200 тысяч рублей, а 5800. И, следовательно, таможня у меня уже получается не 2 миллиона рублей, а 2 900. И вот получается, какая интересная штука. В списке многие автомобили на самом деле указаны верно. Но также многие автомобили. Есть многие лисяны, которые абсолютно точно никак не соответствуют своей реальной стоимости. Той стоимости, которую на них заплатил человек на завод в Китай. Почему вы говорите про день дурака? Ну, я думаю, несложно догадаться, кто в этой истории будет дураком. Ну, такие вот потребители наверняка, как мы с вами. Потому что как доказать будет? Да, есть мнение, что это просто суммы, по которым будет доначисляться утиль сбор по вот этой вот формуле, которую мы с вами все знаем из 152-го постановления. Возможно, это доначисление утиль сбора автомобилям, которые будут уже заезжать, опять же, через ЕС. Но не факт. Если наша таможня все-таки примет такое решение, наверняка сейчас там много заседаний по этому поводу проходит, у нас пока информации до конца на сегодняшний день нет. Но я очень надеюсь на благоразумие людей, которые находятся в этих органах. И что все-таки, ну, мы придем к справедливости, что реально ты будешь таможиться по инвойсовой стоимости автомобиля. Не по заниженной стоимости, а вот по реальной стоимости. То есть, к примеру, здесь в списке у нас есть Электро. Электро R. Мы берем с вами стоимость Lotus R Plus в Китае. Это миллион двадцать восемь тысяч юаней. Перевожаем на официальный курс. По официальному курсу вы, конечно, не оплатите автомобиль. На сегодняшний день это невозможно. Свифты не работают. Поэтому тут... Ну, дело не про курс. Дело в том, что даже если мы считаем по официальному курсу, тринадцать двести получается его цена, а таможня выкатывает четырнадцать. Хорошо. В формате там четырнадцать или тринадцать двести вопросов больших нет. А в формате четыре двести и пять восемьсот – это колоссальная разница в процентах. И таких вот ошибок в этом документе достаточно много, если бегло по нему пройтись. Как нам объясняют вот это сто пятьдесят второе постановление? Нам говорят, что нужно защитить... Вот производителя нужно защитить дилеров. Хорошо, но только по этому постановлению получается, что Exit, вот я сегодня смотрел, Exit VX стоит 2400. 2400 он не стоит даже в Китае, он стоит дороже. То есть в каких-то таких машинах статистическая стоимость несколько ниже стоит, а в каких-то моментах, таких как в случае с Zikrom, она сильно увеличена. В случае с Лисяном она тоже достаточно сильно увеличена. Но, по большому счету, надеюсь, что все-таки, ну, как-то это все пройдет благоразумно. Ребята о чем-то договорятся и разрешат нам, таможить машины по-честному. Хорошо, закон Российской Федерации предписывает таможить автомобили так. Мы к этому готовы, мы с этим согласны. Но дайте, опять же, сделать все по закону. Я думаю, вы со мной в любом случае будете согласны. Чтобы немножечко более полно окунуться, наверное, в эту новую реальность, я вам несколько примеров цен приведу. Старые цены наверняка кто уже проценивал, прекрасно знает. Ну, давайте с 01-го начнем. 01-й Юшка на сегодняшний день выходит примерно там от 75-76 тысяч долларов. На сегодняшний день курс 92, там типа и 4, на день съемки. Поэтому примерно на эту цифру можете умножать и все понимать для себя статистику цен. Это через российскую таможню, все по-чистому. Да, с учетом вот этого дорогой статистической стоимости. Если статистическую стоимость все-таки разрешат поставить ниже, то цена упадет почти на 5 тысяч долларов. А это совсем, друзья мои, немало. Это больше 400 тысяч рублей. Су-7 Xiaomi, многие ее сейчас спрашивают. Так вот, максимальная Су-7, 101 киловатт, стоит 63 200 с таможней через Российскую Федерацию. Что, в общем-то, на сегодняшний день не имеет каких-то конкурентов. Ну, на самом деле, за 63 тысячи долларов автомобиль разгоняющийся до 3 секунд. Ну, вы уже наверняка знаете, что Xiaomi произвела абсолютный фурор в Китае. Там и за первые там пару дней случилось 90 тысяч заказов. Это очень серьезная цифра. Я не знаю, когда начнут первые машины доходить до России. Потому что с таким объемом производства не факт, что готов был справиться. По лисянам L7 Pro Max Ultra. Я вам назову три цены. Прошка 67 тысяч долларов теперь. 71 тысячу стоит Max. И Ultra стоит 75. L7 Ultra. L9, я уже говорил, 92 с половиной. Это я вам не для того, чтобы приходить и купить. Я вам для того, чтобы вы понимали, насколько изменилась цена. К примеру, чтобы вот на одной машине хорошо вам понять. L7 Pro стоит сейчас 67 тысяч долларов. Это примерно 6 миллионов 200. Ну, почти 6-200. 6 там 100 с копейками. 600-6200 в зависимости от курса конвертации, который мы сможем получить на день, когда мы будем переводить деньги. А раньше эта машина при таможне через ЕАЭС, неважно, будь то Беларусь, будь то Казахстан или будь то Киргизия, влетала примерно там в 5200. В 5200-5400. 21-е, не 21-е колеса. Почему я такую разницу говорю? Потому что заказаны ли подножки, либо не заказаны подножки. Заказаны ли у нас 21-е колеса. Вот. Как вы видите, разница случилась в 1 миллион рублей. Но, друзья мои, нет худа без добра. Почему? Да потому что многие люди очень переживали по поводу занижений, по поводу таможенных сеток. Ну, вот, ничего мы не можем сделать с тем, что в Киргизии вот такая таможенная сетка, в Казахстане такая таможенная сетка, в Беларуси Елисян считается электричкой. Ничего мы с этим сделать не можем. А многих людей это беспокоило. Пожалуйста, доплачивая 20%, что изначально и было, в принципе, понятно по всей этой математике, ни для кого же не был секрет, какими были ставки в Российской Федерации. Мы теперь с вами получаем кристально чистый автомобиль, на котором можно ездить без переживаний за какие-либо доплаты или вообще за что-либо еще. На мой взгляд, это основной плюс. Минус, да, то, что меньше людей теперь может себе позволить купить автомобиль. К сожалению, ну, такова жизнь. Приходится за новый автомобиль платить деньги. Если мы хотим ездить на иномарке, неважно, на китайский, на какой, хотим ездить на иномарке, пожалуйста, копим деньги. Вот такая точка зрения нашего правительства. И отчасти я ее, ну, да, в принципе, прекрасно понимаю. Еще для меня неваловажным плюсом, что я уже надеюсь, наконец-то с рынка отвалится огромное количество людей, которые привозили машины, называя себя дистрибьюторами автомобилей, у которых был полный двор жилого дома, завален своими Джили Манджаро. Вот эти вот бизнесмены, которые себе не могут снять никакую парковку, портят жизнь людям там вокруг. Я надеюсь, вот таких людей хотя бы станет меньше. А сейчас, друзья мои, прошу меня извинить, эти 2,3 литра рабочего объема просят, наконец, пробудить их от зимней спячки. Поэтому спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца и до новых встреч. Пока-пока.